Массовые беспорядки, якобы имевшие место 6 мая 2012 года на Болотной площади, дали Путину возможность раскрутить маховик политических репрессий в России. Сегодня, 18 июня 2013 года, в Московском городском суде продолжилось судебное слушание по так называемому «болотному делу». О том, что 6 мая 2012 года массовых беспорядков по факту не было, а было избиение граждан силовиками, твердят все эксперты. Но это не аргумент для путинского кривосудия. Заказчик требует посадок. По принципу «вы испортили мне инаугурацию, я испорчу вам жизнь». Эти беспорядки были спровоцированы этой гнусной кремлевской сворой, специально обученными людьми, которых сейчас никто не ищет, и власть этот вопрос совершенно не интересует. Ни одного полицейского не было привлечено за эти ужасные избиения людей до крови. Из-за какой-то там царапины на какой-то полицейской шкуре, сейчас наши товарищи сидят в этом суде, и что с ними будет, это сейчас никому неизвестно. Хотя можно только предположить. То, что это политический процесс, это расправа с представителями оппозиции, это акция устрашения, которая нас не запугает. Никаких беспорядков не было, была элементарная защита своей и своего ближнего благополучия. Потому что то, что происходило там, столько свидетельств этому. Видно все, все эти записи есть. Не знаю, как может нормальная власть вообще, с какой-то нормальной человеческой логикой, считать это беспорядками. Это была акция устрашения оппозиции. Я так считаю. А сейчас предлагаем послушать запись телефонного разговора между независимым журналистом и бойцом дивизии Дзержинского, принимавшим участие в разгоне мирной демонстрации. Разговор состоялся 7 мая 2012 года. Год назад мы передали эту запись в некоторые СМИ, но они ею так и не заинтересовались. И сегодня мы делаем ее достоянием общественности. Чего как у тебя служба? Да, ничего, нормально, но 9 мая это было. Ну, да, да. Он говорит, что там с погибшими все там было, мы-то тут так смотрим в интернете, что тут это? Ну, не знаю, блин, а. Мы приехали, что там за несколько, ничего не знают. И так динамированы, ходят, наверное, там. Монор, и ОМОН надо, знаете, что эти отряды СМАЗа появились. Да, блин, все, все видно, что подстроено, да, все. Что, что? Что все подстроено, опять же. А, ну. Тут же такая, что, правда? Ну, я не знаю, тут же это, ты сам не сказал про их, блядь. По-моему, по рации, вон, это, передали ему. Это вообще, блядь, что, это, по-моему, 18, что ли, вон, или 17. Это погибших, что ли? Ну, вау, ели. Были тяжелые. Ну, там бездес, короче. Ну, в 5-м полку у нас, блядь, одному там легла сломали, на глаза вышли на сфаер. Все, живые хоть? Да, вроде, да, живые все. Ну, кстати, в слоях там все живые, а с детьми, там, хера, тоже все живые. Не знаю. Может там, может там эти, тяжелтая, какие там ввели просто, но вот у нас вода живая, а с подъездом, кто придет, кравиша не надет, баллончикам в глаза, не поднули. Баллончикам-то я видел, как нас на, 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 на видео. Прям, прям видел, что там одного уносили, это, ОМАНовца, по-моему. А вот что остальные, говорят, у 17 погибу, я думаю, не иску, я себе. Да, возможно, да. Потому что я что-то такое тоже слышал. Ты сами мне звонил, ты сами сказал, что в Трейсиях тут больше не раз, потому что передали вообще. Ясно. Вас не показывали по телевизору? Я пытался тебя понять. Я телевизор-то не смотрю, я в интернете там смотрел, тебя пытался разглядеть, и так и не увидел. Так и не нашел. Ну, вот эта войска, которая не эта, не ОМОНовская, не вот эта вот, не знаю, там королевая, а которая в этом процессе готовки, вот это можно видеть, да, вот. Так, цепочки это расставляют, да, допустим, цепочки, да, передираживаются. У меня, что же толпа, пиздец, как ломит, у меня, что-то разлакает, ну, допустим, тысячи человек запускают, закрывают, нахуй, там ОМОНовцы, спецназы, отрабатывают. Ну, потому что пиздец, толпа была, ёбаная какая. Нас, нас, хуже сказать, устраивают, нам говорят все. Ну, вообще, как бы, на 9 мая, да, ну, парад, парад ездили, и нас, короче, оттуда сняли, да, ну, снялись мы оттуда. Все должно, в деревизе ехать, нас, в боях, где выставляют, на митинг. Ну, теперь на митинге, на сразу, до митинга, в сказали, сейчас будет прорыв, сюда, полюбор, через мозг, потому что, хотя до этого, ну, до Кремля дойти, да, просто тебе помочь. Ну, вот, да, 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 да. Да, 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 все уже, блядь, мы все знали, постояли, уже знали, как, все равно это будет. Народу много, да? Есть толпа. Я не знаю, что он вообще зря поможет. Я не знаю точно. Там под 50 тысяч набралось. У кого чем много было? Тут говорят под 100. По-разному он пишет, кто 8, кто 100. Не поймешь, кто правду, кто неправду. Блядь. Нет, у меня что-то там прогулял там. Угу. То есть, просто вот, да, возле Москадама. Это реально. Угу. 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 Слушай, ну ты себя береги там, ё-моё. Не, это самое как-то не знаю. Нет, он сейчас заряжает, Я ебал, я ебал. Развернусь, я найду в сторону. Ха-ха-ха. Не, правда, если вы уже действительно попрут, ты уж просто действительно сваливай просто нахуй. Действительно. Потому что там, ебать, что-то я смотрю вчера по видео, нихуя там серьезный замес. Там как бы еще съемка сверху так вот набилась. Пиздец вообще. Ага. Там, блядь, там, там, знаешь, они сами себя калетили больше, блядь. Там бутылки все, ребят. А нас еще причин без джета, без брони, без джета, без всего. Вот, из каждого, из жеты, казки. Ага. Об защите, короче, без щитов. И куда вы, просто, по словам, переломали. Ну, ну, ну. Ну, наш полк, ребят, это позволяло, ну, сначала это пятый полк, вот, после, а потом наш, шестой, сзади пятого вообще, без взаимоотно. Ну, ясно, ясно. Ну, ладно, давай, бри, ага, давай, бри, бри. Ага, давай, бри, бри. Ага. Ага. Я помню, 8 или 7, вот, которые потерпели по версии обвинений от наших подзащитных, а всего потерпевших по делу 82. Вот сегодня адвокат Клювгант совершенно справедливо заявил ходатайство о том, чтобы уменьшили количество потерпевших и оставили именно тех, кого вменяют нашим подзащитным. Ну, посмотрим, как судья отреагирует. Ну, мне кажется, всех оставят. В общем, процесс, он, конечно, неправомерно совершенно раздут. Огромное количество свидетелей, которые про наших ничего не говорят. Огромное количество потерпевших, которые от наших даже по обвинению ничего не потерпели. Зачем это нужно? Другой вопрос. Вот, мы считаем, что обвинения не обоснованы ни с какой стороны. Вот, например, по Акименкову нет ни одного потерпевшего, ни секунды видеозаписи. Есть только свидетель, о котором я еще буду ходатайствовать, что его показания недопустимы. Но это будет уже непосредственно в процессе. Но я так полагаю, не могу за всех адвокатов говорить, что по другим подсудимым доказательную базу подстать. Но зато я вижу уже мощную информационную поддержку, что это организаторы, что это зачинщики, что их надо наказать. Вы знаете, что депутаты выступили с проектом амнистии. Я уже вижу, что некие эксперты, я не знаю, кто это, но написано, что эксперты. Они говорят, если будет амнистия, это породит ощущение вседозволенности, безнаказанности. Вот я призываю в том числе этих экспертов прийти в открытое заседание и послушать, какие именно обвинения и какие именно доказательства их подтверждают. Говоря по юридическим критериям, обвинения нет. Потому что то, что за обвинение выдается, не соответствует требованиям закона, которым обвинение должно соответствовать. Оно не описано, оно не содержит описание такого деяния, которое являлось бы хотя бы теоретически потенциально содержащим состав преступления. Поэтому о каких тут доказательствах говорить нужно? О чем же оно базируется тогда? Базируется на грубой силе репрессивного аппарата, принуждения. Я считаю, что все. Это в чистом виде злоупотребление процессуальными полномочиями нашей обвиняющей стороны. Суд пока, к сожалению, вот третье заседание сегодня, ей во всем подыгрывает. Еще и подчищает брак за ней. Выполняет ее работу, вместо того, чтобы быть над схваткой. Заказной характер так называемого болотного дела очевиден уже всем и участникам процесса, и наблюдателям. И тем не менее, обвинительная сторона продолжает настаивать на событии, преступления которого не было. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Орджон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Орджон.